Здарова, народ! Сегодня новостей у нас будет очень много, а времени мало, поэтому некогда объяснять. Срочно ставьте палец вверх, разворачивайте видео на весь экран и понеслась. Недавно стало известно, что величайший Билл Гейтс разводится со своей женой. И вроде бы, ну разводится, и вообще всё равно. Но при этом непонятно, почему он это делает. А вот буквально вчера ситуация прояснилась. Миллиардер лишился своего места в совете директора Microsoft из-за интимной связи с сотрудницей компании. Вот почему богатые известные типы не могут удержать свой член в штанах? Ладно, ещё Джефф Безос, там по нему сразу видно, что он извращенец, но вот Билл Гейтс, он же не раз демонстрировал своё мастерство держать язык за зубами. Но вот член за ширинка удержать так и не смог. А сейчас оцените дизайн смартфона Sharp Aquas R6, который получил тот самый нашумевший дюймовый модуль камеры от Sony. Вообще, чисто технический аппарат, конечно, серьёзный. Чего стоит один только 10-битный OLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. И контрастом 20 миллионов к одному. Я вообще не уверен, что это законно. Но кто бы что ни говорил, а чисто внешне он страшный. Умный, но страшный. Знаете, так бывает с девушками. Умная, но некрасивая. Вот то же самое и с этим смартфоном. Я понимаю, что это дело вкуса и кому-то, возможно, понравится, но я бы себе такой никогда не взял. Это слишком странно. Сразу видно японцы. Прежде всего, надо сказать, что... Дим, Дим, Дим. Там фигня какая-то. К нам какие-то бандиты ломятся. Ну ё-моё, что за... Ладно, ща. Что? Что ты делаешь? Стратегию прорабатываю. Что? Что за стратегия? Ну вот, смотри. Видишь вот эту захватывающую стратегию, выполненную в олдскульном стиле стратегий конца 90-х? Это викинги. И тут у каждого игрока есть своя собственная стратегия развития. У кого-то через экономику, у кого-то через политику. А вот я, например, просто фигачу всех подряд. Так вот. Самое офигенное здесь, это продуманный внутриигровой мир. Который имеет мало общего с реальным. И поэтому это действительно интересно изучать. И вот бывает, соберу армию, рвану в поход, и сразу же начинаются истории. Короче, чё я рассказываю? Качай игру викинги по моей ссылке в описании и поддержи канал Андронис. Мужики, чё за дела? У вас там звонок не работает. Я стучу, стучу, а вы морозитесь. Пойдёмте теперь назад дверь вставлять, что ли? Ух ты. А чё это у вас за игра такая интересная? Это викинги. По ссылке в описании. Сегодня вечером, примерно в одно время с выходом этого ролика, стартует конференция для разработчиков Google I.O. Я уверен, что в рамках этого мероприятия компания Google порадует нас большим количеством всяких очень интересных ништяков. Поэтому я обещаю, что буду держать руку на пульсе, чтобы рассказать вам всё самое интересное в нашем следующем новостном выпуске, который выйдет в субботу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Если кто не понял, сейчас тот самый идеальный момент, чтобы подписаться на канал. Вот да, спускайтесь вниз, кнопочка подписаться красненькая, клацайте на неё. Ну а сегодня давайте обсудим свежие сливы информации касательно будущих смартфонов Pixel 6 и 6 Pro. Во-первых, говорят, что Прошка получит основной сенсор на 50 мегапикселей, ультраширик и телевик с пятикратным оптическим зумом. Мало того, будет ещё и четвёртый датчик, который отвечает за цветокоррекцию. То есть, по сути, бесполезный. Но дело в том, что на недавних рендерах Джона Просера четвёртого датчика не было. Поэтому кто-то где-то в чём-то ошибается. Знать бы кто. А тем временем, ушлые ребята из Let's Go Digital где-то нарыли патент пикселя с фронталкой под экраном и уже замутили соответствующий рендер. Скорее всего, патент так и не будет использован. Но вариант реализации очень даже интересный. Вместо того, чтобы тупо бить камерой прямо сквозь дисплей, Google предлагает использовать перископ, который внутри корпуса будет переключаться между камерой и небольшим кусочком экрана. Я уверен, что такую вставку посреди экрана было бы видно не меньше, чем у ZTE Axon 20. Особенно, когда смотрите под углом. Но, согласитесь, придумано интересное. Тем временем, пока компания Google готовит огромное обновление для своей операционной системы Wear OS, Samsung работает над интерфейсом One UI для своих часов на той самой Wear OS. Надеюсь, вы не запутались. То есть, несмотря на то, что Galaxy Watch 4 совершенно точно будут работать на базе Wear OS, на чистую операционку рассчитывать не стоит. Ее прикроют фирменным интерфейсом. Остается надеяться только на то, что Samsung ничего не испортит. А вообще, корейцы готовят много всего интересного и удивлять собираются уже на этой неделе в рамках крупной выставки дисплейных технологий. Ожидается, что Samsung представит 7-дюймовый экран S-Foldable, который складывается как минимум в двух местах. В сложенном виде это будет небольшой смартфон, в разложенном практически планшет. Кроме этого, должны представить и 17-дюймовую складную панель с соотношением сторон 4 к 3. В сложенном виде это планшет, а в разложенном монитор. Ну и в числе прочего, Samsung наконец-то покажет свою собственную технологию подэкранной фронталки. А может быть, даже представит горизонтально растягивающийся дисплей. Интересно было бы на это посмотреть. В общем, подразделения Samsung Display большие молодцы. Но также я понимаю, что их матрицы стоят настолько дорого, что родная, вот братская компания Samsung Electronics предпочитает закупать матрицы у конкурирующей компании LG. Тогда скажите мне, пожалуйста, какой вообще толк от всей этой игры мышцами? Совершенно внезапно СМИ буквально завалило новостями о будущем смартфоне Huawei P50. Вот стреляли, как из автомата. Но я решил вычленить из всего этого самое интересное и рассказать вам. Презентация линейки P50 снова откладывается. На этот раз до июля. А там посмотрим. Кстати, это будет последний смартфон Huawei, созданный в сотрудничестве с компанией Leica. Контракт истёк. И продлевать его, естественно, не будут. Huawei сейчас не до этого. Поэтому теперь есть вероятность того, что Leica будет делать камеры для Xiaomi. В сети уже ходят такие слухи. Ну а компания Huawei в борьбе за собственное выживание берётся вообще за всё на свете. Вот недавно в официальном магазине компании появилась возможность приобрести приставку PlayStation 5. Понятное дело, что консолей у Huawei нет. Сам финансовый директор Sony лично подтвердил, что даже в следующем году на консоли всё ещё будет дефицит. Поэтому совершенно непонятно, как скоро Huawei сможет отправить заказы своим клиентам. Но денежки всё равно продолжает собирать. А ещё Huawei совместно с китайским брендом Cyrus сделали умный автомобиль на базе Harmony OS. И уже собрали более 10 тысяч предзаказов. У меня есть такое предчувствие, что Huawei экстренно собирает бабки всеми возможными способами. Чтобы набить себе пузо, а потом всех кинуть и объявить себя банкротами. И не удивлюсь, если завтра они откроют предзаказы на видеокарты 30-й серии Nvidia. Зато касательно своей фирменной операционной системы Harmony OS, компания Huawei поступила самым мудрым образом. Открыла её для свободного использования всеми производителями смартфона. Таким образом, компания надеется, что уже к концу этого года её операционка займёт 16% рынка. Хотя, на мой взгляд, это как-то слишком оптимистично. Тем более, с учётом недавно найденной проблемы. Дело в том, что для запуска Android-приложений в Harmony OS используется эмулятор, разработанный для ПК. И поэтому во многих играх смартфоны Huawei будут определяться как настольные компьютеры. И в связи с этим будут применяться соответствующие настройки. В некоторые игры вам придётся играть против тех, кто сидит за полноценными компьютерами. И, соответственно, имеют огромное преимущество. Короче, всё, что вам нужно знать о Harmony OS сегодня, это решение точно не для игр. Ну, во всяком случае, пока. Возможно, в будущем что-то изменится. Предлагаю обсудить последнюю горячую новость о поддержке Lossless Audio в Apple Music и пространственном аудио Dolby Atmos. Слушайте, но когда только анонсировали всю эту историю, честно, я сам был в шоке. Не потому, что Apple это в принципе сделали, а потому, что они не будут брать за это дополнительную плату. Как это? Apple, это вы? Для тех, кто не понимает, о чём здесь сейчас идёт речь, поясню простыми словами. Apple добавит возможность прослушивать музыку прямо из своего сервиса без потери качества. Ну, а насчёт Dolby Atmos звук будет максимально объёмным. В большинстве офлайн кинотеатров поддерживается эта технология. И, казалось бы, Apple большие молодцы. Ну, согласитесь, круто ведь, да? Но без фейла они обойтись не могли. В самом начале акцент будет сделан именно на Dolby Atmos, потому что насладиться lossless вы не сможете даже на дорогущих Apple AirPods Max. Не говоря уже о более доступных решениях. И даже если вы попробуете сделать это при помощи кабеля. Не хочу возгрузить, почему так происходит. Но эту инфу подтвердила сама Apple. Чтобы решить эту проблему, Apple нужно разработать какой-нибудь новый беспроводной кодек. Допустим, альтернативу LDAC от Sony. Маловероятно, что к июню, когда в Apple Music появится поддержка lossless качества звука, купертиновцы успеют всё организовать. Получается, пока висит груша, нельзя скушать. Но анонс получился громким. И в любом случае, уже сейчас Apple можно сказать спасибо за поддержку Dolby Atmos. И веру в то, что когда-нибудь они всё-таки доведут дело до ума. Лично я не аудиофил. И в целом редко слушаю музыку. Но знаю, что большинство людей жить без неё не могут. Поэтому, в общем, это важное событие. Авторитетные источники заявляют, что уже сегодня должны представить новые наушники Apple AirPods 3. Которые не сильно будут отличаться от второго поколения. Из-за этого рассчитывать на активное шумоподавление не стоит. Зато все кричат о новом чипе. За счёт которого здорово прокачают время автономной работы, радиус действия и так далее. Забавно то, что мы записываем этот выпуск днём. И пока ещё ничего не представили. Напишите в комментариях, произошло ли это в момент просмотра. И если произошло, будьте уверены, что этот инфоповод попадёт в наш субботний ролик. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Вот мы все ржём с Xiaomi, что они выпускают однотипные смартфоны, конвейеры, всё в током духе. А эта хрень даёт свои плоды. Потому что они уже закрепились на первом месте в 12 странах. Включая Украину, Россию, Польшу, Беларусь и так далее. В Испании они уже вообще давно на первом месте. Если дальше всё пойдёт такими же темпами, то через пару лет Xiaomi будут престижными аппаратами. Их будут покупать не тупо из-за низкой цены, а потому что они глубоко засели в головах людей. Ну, то, как сейчас это происходит с Samsung. Я надеюсь, вы понимаете, о чём я. И не думайте, что компания уперлась в потолок. Мне кажется, они будут только набирать обороты. Вот известный информатор Digital Chat Station слил инфу, что уже в этом году компания возобновит линейку Mi CC. И новый смартфон получит процессор Snapdragon 870. Если смотреть на то, как развивались события прошлых лет, то этот же аппарат должен выйти и на глобальный рынок. В теории его должны назвать Mi Note 11. Ну, это было бы логично. Ну и в позапрошлом году презентация смартфонов прошла в середине лета. Если информация о новинках начала появляться в сети уже сейчас, то в принципе всё складывается. Вполне возможно, что новые Mi CC покарат уже в июле месяце, а Mi Note осенью. Но всё это пока на уровне предположений. Буду следить за ситуацией. Xiaomi продолжает упарываться по всяким диким патентам. В прошлом выпуске я пропустил пару таких, но сделал я это специально, потому что, ну, я не знаю, как это комментировать. Если не читать описание патента, я бы сказал, что это бойлер для нагрева воды. Но смотрите, сюда прилепить какой-нибудь логотип горения и готово. А на самом деле это смартфон умная колонка. Ну, то есть два в одном. Короче, дичь полнейшая. Ещё буквально на днях я нашёл патент модульного смартфона Xiaomi, который разбирается на части и таким же образом собирается. Такое решение явно не упростит вашу жизнь. У меня бы, наверное, развилась фобия, как не потерять часть своего смартфона. Согласен, звучит дико, но в данном-то случае уместно. Уж лучше пускай будет слайдер. Хотя, нет, их время уже прошло. Xiaomi, всё мимо. Ну, кроме бойлера. А вообще, мы ждём решения для людей, а не для пришельцев. Дайте уже нам, наконец-то, Mi Mix 4, только без складного дисплея. Пускай это будет что-то крутое, но форм-факторе моноблока. Я думаю, большинство со мной согласится. Ну и напоследок, я как всегда, подготовил для вас дичь. И это очередное японское творение, которое должно избавить человечество от одиночества. У этих ребят, видимо, какие-то очень серьёзные проблемы с коммуникацией, общением, дружбой и так далее. То они придумывают шерстяную подушку с хвостом, которая мурчит, и её можно погладить. Но потом Sony представит электронного пса за 2900 баксов. И вот, когда я уже думал, что роботизированная рука – это самый край, абсурднее которого ничего уже и быть не может, я нахожу вот это. Специальный шлем виртуальной реальности, который специальными клешнями кормит вас мармеладками, в то время, когда на видеозаписи, записанной в VR, милая японская девушка кладёт их вам в рот. Но больше всего меня удивляет восторг японцев. Такое чувство, как будто кормящий шлем – это то, чего им так не хватало в этой жизни. Это то, что их, блядь, спасёт! И знаете, с самого начала, когда я всё это увидел, ну, честно, я ржал в голосину. Но потом вдумался, и мне даже стало как-то немного грустно. Вы только представьте себе, насколько сильно нужно страдать от одиночества, чтобы хотеть потратить на вот эту штуковину бабки. И прям вот искренне радоваться этому приобретению. Ребят, ну, согласитесь, это пиздец. А на этом у меня всё. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, делиться этим выпуском со своими друзьями. И да пребудет с вами Android. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова